я не виноват это не опишу на какие питомники я не пойму нет никаких питомников их не так много на самом деле это не опишу это перекупы заказывать на югах оптом выдают за свое местных питомников средней полосы россии выращивать крыжовник или биллу нет там абрикосов никаких если кто-то продает свое это штучный товар ну вот когда я вот это вот подобрал две-три фотографии во-первых вот и сюда я нашел помните я говорил эта фотография гуляет по интернету очень скромные абрикосы это есть патриарх мой фотографии патриарха тот кто фотографию присвоил написал абрикос манджурский 800 рублей помните была другая там красавицы по 300 рублей продавали молдавские они давно все мертвы но продавали за 300 как манджурский даже даже обидно что так дешево ценят на русский и вот я нашел вторую 800 рублей теперь память и к чему я сейчас вас склоняю это фотография показывал раз умирающие это убираем это не просто абрикос поверьте мне это умирающий абрикос лучше не нашлось так для рекламы как умирающий вот и цена заметьте опять абрикос манджурский видите так цена от трех с половиной до 12 тысяч зависимости от роста или получается еще и от лет сколько лет вот это а почему настоящий манджурский абрикос это феномен от него пользы не меньше чем от моих королевских и этих самых и академиков вот даже еще больше пользы потому что тут уже точно не помрет смотрим дальше и так 1200 рублей я сейчас буду опять склоняюсь чтобы у меня кошки покупали уже догадались и так 1200 они взяли написали а чё чё это написали какая у него это абрикос северная сияния но действительно ведь красивый зараза это посмотрите какой красавец а это касается моего сада доказательства а вот это моя брошюра у нее две стороны лицевая сторона как видите четыре штуки стоит 200 рублей не покупают многие получили знаете как я навязываю вот и нет стыдно отказаться и тогда они платят это а так большинство тут же забыли а вот это обратная сторона узнаете но откуда я взялся с интернета что ли нету нет фотографии есть она доказательная то есть она привязана к этому телефону то есть этого фотоаппарату вот я могу любом суде доказать что вот это вот вот это вот нет вот это вот у меня украина не я использовал чужую фотографию а именно мою фотографию украли сегодня кто же мне сказал оказывается есть система я подаю мы уже уже 1 до подтвердит алексей виноградов который разоблачил первую сотню плодопитомников присвоивших мои фотографии привет алексей ты тут часто бываешь 50 процентов гонорара если я им жалоба напишу докажу что это мои фотографии и тогда будет суд и эти сотни две плодопитомников ну кто сегодня же это было если я не знаю что это реально то есть они докажут что это вместо меня а вот заплатят дикий штраф вот эти вот самые видят написано сервисе я не вот есть же этот ну в общем его я специально делаю так чтобы не видели наоборот вы знаете что творится вот сейчас получается если я подам жалобу в эту фирму вот значит их разорят окончательно а мне жалко им хотя бы продать то что они с юга на привозили ты просто жалко людей жалко вот хотя я бы не отказался бы от того что ну это же мой труд я вырастил это дерево вот это вот вырастил я а это самый использую другие вот и ну и заодно обманывает людей люди думают что то у них будет это чудо вот это раз значит до сих пор знаете это до сих пор и так оказывается город ангельс находится в сибири да вне саратовской области а почему так а чтобы вы поверили что персик все это в сибири врачи вот на алтай а доказательств никаких не приводится просто алтайский питомник и все пожалуйста а то что алтайский питомник находится в городе ангельс находится в саратовской области пожалуйста это знаете людям простыми утром сети то по географии то большинство это раз вот таких случаев ой сколько вот а как омский этот самый питомник продает через нет в омске ни одного через всего дерево а продает как свои и вот так вот получается и время не требует об этом напоминать ну а так как естественно цены сбивают мне три дня назад был звонок с москвы купите помилючи назвала купите у нас это партию зачем я сам делаю домой зачем вы просто продадите и все вот зачем вы вращивать вот пожалуйста а кто-то покупается за это идем дальше снимок чисто учебный мне повезло в чем когда прикупил участок забору увидите тени от этих от столбов вот слева внизу это ограда до сих пор не сняли вот этот участок был даме прикуплен вот этот кусочек до 500 тысяч сергеем вот а первым делом я посадил ну на косогор а там дальше идет питомник а это косогор вот его истинное назначение косогор лучшее место это если человек не знает он может посадить на ровном месте вот и наоборот а именно для абрикосов нужен косогор давайте посмотрим поэтому давайте ну что мы сделаем ну полюбуемся вот абрикос этот самый фаина слева и вот абрикос фаина справа он уже не такой яркий как были первые этот самый первый урожай и пир первое это как назовем формы вот сорта образцы первое он уже не такой яркий вот влияние по двое с каждым разом все блин все сильнее сильнее но в сибири даже такое чудо уже не 100 граммовая 50 60 грамм это все равно чудо вот ну а дальше что захочу верну 100 граммовость на это надо особая работа это для избранных поняли да идем дальше значит к чему я все это вам рассказывал дело в том что процент рассказывал цена до 12 тысяч маньчжурский непривито 12 тысяч вот смотрите еще раз когда-то показывал но врубилась в чека 3 купили по тысячи косточек кто-то даже больше тысячи то есть принцип такой весной садится осенью продается цены называл а может еще кого соблазнил вот почему за 3 серваны а тут варианта 2 или продать или в мае месяце выбросить одессы серваны все 3 варианта нет обратно в это погреб не сунешь и так что мы имеем вот это вот плохо видно вот добрый вечер город балашов что-то у меня с балашовом связано ну ладно это продолжается общение по ватсапу смотрите видите вот и забор забор а вот он на калитках соседям а здесь плохо видно вот тот самый патриарх обратите внимание на дату видите 12 числа все было собрано до последнего ну здесь дерево также свисают абрикосы как связали идем дальше сейчас поймете о чем речь пятна прошло три дня снова сбора абрикоса вот на это не смотрите этому не дома до сюда наклонилась так и он отбирает крупные вот они плоды манитобы отбирать отдельно чтобы не дай бог не спутать эти с этими самыми те которые дали дерево немножко не мешает но но 15 до видите вот это вот часть участка от кстати он еще соседям свесился и там несколько видов идем дальше 15 до ну и сюда теперь вы видите вот тоже с той стороны вот это называется труба полечная смотрите вот она видите это вот здесь сколько абрикосов теперь а с этой стороны трубы вот здесь основная масса на дереве их все меньше не становится это 15 числа все было собрано до последнего и наконец 17 видите что творится вот тот же самый смотрите вот калитка вот это забор вот тут справа то есть это тоже самое просто плохо видно и все равно свешивается здесь дерево все равно такое ощущение что еще и не начинала падать вот это урожай когда 40 км набрали дальше считать перестали вот так я вам скажу да вот это я вам скажу да вот он есть я его назвал супер абрикос я его назвал патриарх я его назвал это родоначальник новых абрикосов потому что это так повезло больше 30 лет плодоношение только плодоношение выращено несколько поколений на одних и тех же родственных по двоих и вот это было одним из условий нового витативно гибриде новое новое подчеркиваю там у меня 5-6 законов незаконных правил жестких как вырастить витативный гибрид который якобы не существует на свете ольга исакова привет хоть бы одним глазом бы посмотрела на эти чудеса сослалась на 90-летней давности цитату вегетативная гибридация ложь и мошенничество вот так вот это моя вегетативная гибридация ложь и что-то не надо можно ли заработать на 1000 штук идем дальше теперь учеба есть учеба я второй раз уже видел год назад видел и опять видел повторение дело в том что я специально фильма выбрал сюжет где отсутствует авторы этого не дайте что это злора наверное любят их что ой как здорово взорова ребят это учеба видите у него распустились листья вода и вот сказал как это здорово анолу же растет а мы посади будет дальше расти амненда находится мlicht и неудобно я знаю так вот дела судить так вот тебе будут хвости. Они, когда ты их посадишь, они длинномерные, они очень ростные. У них искусственный штамп. Они сразу начнут болеть. Потому что на новом месте, какие бы ни были горшки и что угодно, все равно будут болеть. И тогда они остановятся в развитии. Потом эти листья, скорее всего, или упадут, или начнут вянуть, сохнуть. Эти листья начнут портиться так, что побежит магазин любой. Даже я уже, ну как в панике бы побежал. Для того, чтобы спасти. В это время появятся новые листочки. А он зачухается. Может, дальше расти надо? А новые листочки появятся уже в июне, в июле. А ведь это Россия. А в России очень короткое лето. Очень. Об этом никто не знает. Кто поздно садит. Ну, знаете, майские праздники, да? Майские каникулы. Вот тут-то и на рынок поздно, ребята. У вас в Европе вы можете садить примерно уже в первых числах апреля. То есть на месяц раньше. И вот этот месяц, если вы не посадите, это учёба в первых числах апреля, в первых числах мая, этот месяц не вернётся никогда. И вы получите опять на следующий год больное, несчастное или мёртвое дерево. Даже если без халтуры. А человек спокойно, вместо того, чтобы, вот, допустим, я бы был, да, это же телеканал «Усадьба». Вот оно. Вы все, наверное, это видели. Вы все любите такие фильмы. Дальше будут учить садить. Опять огромные ямы со всем дерьмом. Так вот. Получается так. Я, допустим, ведущий. Я беру эти саденцы и говорю. Сейчас я буду вас учить, как нельзя садить деревья. Запомните, уважаемые зрители. Я вас люблю, я вас уважаю. Я вас научу, как нельзя садить деревья. Во-первых, севера и юга нет. Значит, росло так, а теперь вообще эта нежная сторона повернётся на север. В частности, в случаях раз. Вот. Дальше, значит, деревья сильно рослые. Я сейчас посажу, обрезку не сделаю, как все. Это страшная ошибка. Но если вы отрезаете верхнюю часть кроны, остаётся один искалеченный штаб, опять плохо. Это два или три уже. Дальше ни в коем случае уже цветение. Это не значит, что вы ждите плодов, пересадив на новое место. Вы получите абсолютно больное дело. Вот этого тоже делать нельзя. И так далее, и так далее. То есть вот эти люди, которые вот взяли эти деревья, уже прослушившись, они подставляют миллионы людей. Почему? Пройдёт в мае. В мае на рынке все деревья до последнего, все живые. Там будет часть мёртвых, ну или умирающих. Они же, как сказать, с юга, они все переносят дорогу. Ещё есть прошлогодние, то есть купили годом раньше на рынок, пока ещё вроде листики завязались, а то, что через месяц они помрут, эти же листики, это неведомо покупателю. А так получается нормально, всё в листьях, а передача для чего была вот эта? Да только для того, чтобы вас убедить, что люди якобы что-то понимают, что они за эти полчаса, за час заработали деньги, только ради этих денег, серебряников, я их называю. Я бы назвал рубли, нет, не могу сказать, серебряники. Это, так сказать, предъявительное слово этих самых. Поняли? Разве так можно подставлять людей? А вот это вот моя фотография. У меня так получилось, я бегал-бегал, фильм снял, а с фотографией не догадался. Итак, значит, это в горшках, это вы же знаете, я рассказывал, третий, последний случай. Первый, значит, несколько сотен жардели трехлетних, выкопанных, ждали месяц хозяева, выкопаны, а потом сожгли. Помните? Второй случай сейчас. Такой-то случай был у Бонна, и, наконец, вот этот случай. Выкопали, все, ждем, гас ждет, Сергей ждет. Да, за ними приехали. Но пока они ехали, а мы завтра, а мы послезавтра, а мы через недельку, можно? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот, предоплата была, была, не хотите вам объяснять, что они однолетние, саженцы зацветают. С одной стороны, я с гордостью говорю, с гордостью, вот это качество, это железовский питомник, лучший питомник России. Вот, и по качеству, и еще плюс, скороплодность какая. Ладно бы это были какие-то жалкие саженцы. Обычные саженцы, однолетние, и сразу покрываются цветами, то есть, один год растили под бой, и после прививки прошло ровно год, вот. А то, что не приехал, это просто учеба, когда вы купите у меня тысячу колосочек, осенью будете уже продавать, только не верьте никому, кто скажет, ой, оставьте, я вас сотню сразу куплю. Гоните монету, и оставляю, но деньги, давайте. Вот, потому что сколько нам, я как вспомню Боднера, вот, ой, я вспомню Боднера, трехлетние эти, прекрасные абрикосы, чудо абрикосы. И вот он мне их показывает, сам бы уже, вот, высота до трех метров, и не приехали за ними, я и тоже самую предоплату не взял. Ну, взял бы предоплату, да и не приезжайте, если я все равно, дальше-то, они же мощные, дальше-то некуда, они растут на таком расстоянии друг от друга, ну, срублю, но деньги, это уже не так обидно. Вы поняли, да, вот это третий, последний случай такой. Уже стоят, уже зацвели. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,